добрый день в общем мы по примере ли мы холодильник томе в ноги не пойдет ну и писали там что электроприборы у нас у нас гости всем привет и саша где-то приехал в общем поля с викой тут думаю думаю думают куда поступать конечно это очень ответственный шаг никто ничего и не 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 приняли решение конечно еще и время есть тем более у вас еще там не все документы собраны самое главное оля сегодня если вы тут будете ннн закажите без ннн не принимают никуда поедете мы на свекуле и пойдем в центр пушку ты ленивая с ней эти два часа не знаю как хочется и ннн делается по моему сколько-то дней поэтому да что надо а если они соберутся поступать в этом году то они до сентября или до когда все равно подавали ну подожди можно по моему и в октябре я поступала так там же сейчас дистанционно же документы принимают да так там же еще потом вот то еще когда сдавали там кто не сдал же еще до сентября где-то до октября оставались в третий раз передавали потом уже подавали документы да после девятого класса после девятого класса все профессии просто ерунда да поэтому там везде недобор весь день недобор и берут и в сентябре и в октябре и в ноябре поэтому без проблем очень многие возвращаются обратно в школу в настином классе сколько мальчишек поступало один ушел в речное училище полгода не отучился вернулся приняли все равно да он где-то в ноябре даника вернулся димка каменька ушел тоже после девятого после нового года вернулся ванька ушел потом опять вернулся данька ушел потом опять вернулся ну а потом они же куда поступили а потом учились до одиннадцатого данька под москвой учиться димка по контракту служит данька потом в китае учиться а тоже знаешь они все после девятого ушли а потом вернулись мальчишкам тяжело а девчонкам то вроде как и легко но я не давлю я вообще как будто как уговариваю это не так я говорю я ну мы оле рассказываем как начали у меня ну все знают я уже на видео на это было как она собралась после девятого класса как мы тут дрались как я орала так я плакала поэтому алина после девятого класса ни разу не заикнулась потому что она это прошла видела что я не пускаю детей нет ни в какую нет я согласна надо повзрослеть надо понять что тебе ближе где где оля даже дело не в этом было а в том что на кого я если гунасть ну на кого ты пойдешь мы пытали я и на учителя и на медика и везде у нас не берут уже когда Женька уходила с девятого уже когда не брали да 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 поэтому я бы не против маркетолог маркетолог шны там я не знаю сантехнолог вот и все штукатур маляр на продавца на парикмахера можно для девочки которые дипломать не четверки и пятерки вот именно не жалко вам жалко насти очень как это все решить так ладно мы собрались все тут такие красивые у алиночки ночью заболел зуб и мы поедем сейчас боготол я позвоню заболел уже неделю назад я говорила туча говорила что у меня 4 точно назад что-то тянулась завтра уезжать у него мы не знаем теперь вот зуб что врач скажет если скажет через неделю приехать сейчас лекарство положит значит мы еще неделю дома будем но я не поеду с больным зубом с ребенком с больным зубом в общем все мы поехали боготол гости наши тут остаются будут решать узнавать документы делать вот саша муж с нами поедет так мы берем с собой только туму девчонки младше остаются дочка еще накатаетесь милые ой господи ну все мы поехали вот здесь вот стоматология приехали слава богу нас сразу приняли врач как раз освободилась на год есть у меня немножко времени ну и попробовать зараза лечить оказывается у алины дырка уже давным-давно хоть бы сказала говорит говорила как я из внимания это выпустила ну вот если сейчас залечит значит залечит нет значит четверг приедем а потом только в пятницу сможем поехать это она сказала в четверг восемь утра можем выехать из дома зуб залечить ехать дальше ну она сказала сейчас посмотрит на что там зубом начнет час там все сверлить смотреть саши в прятки играет ищи говорит в общем сейчас насти ехали мы и разговаривали о том что ну думали вдруг там придется там неделька ждать водопила ну как бы алине лечение зуба ну что ну как бы задержка у нас пореза происходит постоянно и что многие пишут что не ехать нынче поехать на следующий год на следующий год мы сто процентов никуда не поедем во первых у нас алина будет сдавать экзамены потом у нее выпускной потом ей надо будет поступать без меня поступать она не сможет потому что ей 18 лет исполнится 19 августа пока ей 18 лет нету вот у меня настя например сама поступала потому что 23 мая 18 лет исполнилось все она из под моей как бы опеки уже вышла и она спокойно сама подавала документы с алиной этот номер совсем не пройдет мне надо будет ездить с ней подписывать все документы потому что я официально буду ее еще опекуном поэтому на следующий год может быть мы поедем куда-нибудь тут на парное где-то у нас есть шира на недельку там где-нибудь после того как у нас пройдет выпускной но куда-то там подальше мы на следующий год никак не поедем потому что я алину одну не оставлю и нам надо будет с куда-то поступать вот сегодня вика приехала с мамой они все думают думают как что поступить и у алины тоже спрашиваю алина на самом деле сама не знает но она конечно хотела бы пойти куда-нибудь чтобы работать с детьми она все хотела сначала мы уже говорили очень многие дети маленькие почему-то хотят лечить животных вот но алина тоже я говорю очень хотела но потом узнала что нужно будет делать операции или что-то там надо будет там усыплять она сразу сказала нет я не смогу я не она боится более боится крови вот это вот все как бы не сможет она и она сказала нет я не пойду поэтому и на медика пойти она тоже не сможет потому что не вне каждый человек может вот так вот как-то лечить причинять боль там все остальное ну вот думаю может быть на воспитателя детского садика куда-нибудь или может быть на того же учителя начальных классов единственное что алина как бы неплохо учится но с грамотностью вот например даже я вот я как слышу так и пишу вот очень многие люди так же я не говорю что она прям совсем безграмотно ну конечно надо ей именно вот грамотность написания как бы научиться мне кажется проблема в том что дети сейчас очень мало пишут вот даже я заметила у нас вот первый класс дети только делают галочки там ставят или отмечают писать сильно вообще не пишут я помню вот настя в первом классе училась все тетради были списаны а вот женя саши уже нет или может быть то что программа такая у нас за все время за весь учебный год мы не потратили ни одной тетрадки которая ну вот правописание которое только что вот рабочие тетради и а для того чтобы писать грамотно мне кажется нужно много писать ну как то у нас вот с этим нет ну а больше куда еще можно поступить тем более алина она сто процентов городе жить не сможет даже настя такая у нас активная бойкая и то не хочет в городе алина тем более она более такая земная наверно как наш папа любит земле что-нибудь поэтому нам нужна такая профессия чтобы можно было жить в селе и работать ну еще год есть мало ли как там жизнь повернется я не ударилась я не ударилась а врезалась просто сейчас заречили мы алине зуб она там спит где-то мы уже в тюхтете набрали продуктов купим ведро мы в прошлом году ездили нам очень помогло ведро что у нас был собой ведро поэтому куплю себе новое ведро возьму ролл там в дорогу пусть будет мало ли как вдруг будут правда закрыты там хотя сегодняшнего дня новости я читала уже начинают работать кинотеатры кафе все развлекательные там о видите у нас сколько а когда наша корова сюда пришла однажды мне штраф выписали два раз даже однажды пришла два раза ну не одна конечно никто не пасет потому что у нас вот сколько вот тут ремонтируют постоянно люди ругаются и всегда тут снегом всегда завалено и водой все залито мы вон там в аксет пойдем тут у нас молочка продается это наш рынок закрытый там открытый рынок вот семья тоже у нас хороший магазин надо было кстати зайти посмотреть купальники есть нет так мы и не купили в прошлый раз купили мы ведро в дорогу это я домой взяла зубную пасту в дорогу то что у нас там я только открыла нам надо купила 5 грудок сейчас мы их пополам поделим ну хотя может быть 2 и запеку а и 3 и насти дома потом еще купят она также взяла здесь вот ровно в дорогу там где-то еще супы короче много чего там набрала возьмем соль домой вот такую колбаску иркутская какая-то сольская сказали очень вкусная ну в общем не знаю по 495 по моему она у нас черешни немножко с собой возьмем немножко насти оставим молоко вот таких паштетов несколько не знаю где тоже с собой сок детям лимончик дома поедим с собой возьмем это тоже в дорогу бананы в дорогу чудо да где-то по моему еще были пакеты ну не ну ладно все пока нас не было смотрите девчонки какие рисунки понарисовали какая сова смешная как молодцы как хорошо время провели пользой да доченьки и рисовали и читали кто психовала не могла не могла нарисовать такой вот вот не могла нарисовать у меня вот первый получился а второй как-то не получалось да все нормально надо тренироваться и каждый раз будет все лучше и лучше получаться мы почитали почитали и порисовали угу угу так все сейчас отец нам сказал конкретно собираемся сумки все складываем не доченька я не молочная никак алишенька иди сюда милая зубик еще красный сказали немножко поболит потому что все нервы все удалили но сказали прошло все легко и просто да это чем-то такое я ацикловером помазала когда он у него рот дергал у меня тут спасибо она порвала покажи покажи зуб больше нет у тебя пломб ничего у нас плохие зубы очень у Алины и у Саши а и у Жени тоже у меня не плохие нет у Том это нет у меня теперь не плохие ну конечно мама все вылечила вот Настя у нас утром вечером никогда не забывает чистить у нее ни одной дырки нет да 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 так все собираемся что дети покажем что вы одежду какую да мне еще надо шорты не постигать такие свободные оранжевые которые ну все я сейчас пойду стирку и будем показывать что же мы с собой берем а косметику будете собирать Алина ты не вздумай даже кисточку мою для бровей сбрать деловая я не забирала ты и я ее сегодня у тебя в косметичке нашла какую двойная главное свое обломала с одной стороны и мою запишли за я твою не забирала у меня одна обломанная я же из косметички черные достала у меня одна обломанная была алина что у тебя разбираетесь без камеры куда налей отходи собрала я Томочку вот оставила мы что будем одевать утром леггинсы футболочка носочки короче не могу Женю собрать ничего это вообще я не знаю ну столько одежды кое-как я ей нашла два платья и то которые вот новые вот новые два два платьишка да и вот один сарафанчик и все кое-как мы ей нашли платьишко вот столько вот столько здесь вот у нас ни одни леггинсы не налазят а где мои голубые леггинсы вот такие ну какие нету таких голубых дочь ну где как вот это платья во ну-ка они у меня хорошие видишь они тебе по колено Жень леггинсы наверное такие должны быть нет у ребенка невозможно одеть вот только вот эти но они слишком теплые вот эти тоже вот нормальные я хотела вот чтобы у всех были примерно одинаковые вот это Женины вот это Сашины они оба только Саш нам вот есть ну дочь они по структуре отличаются они толстые а это тоненькие хорошие на прохладную погоду вот тоненькие тоже нормальные у нас Дариночка некоторые вещи Алине отдала шортики отдала еще под ну ничего Алина взяла а что сначала Дарина донашивала за Алиной теперь Алина донашивает за Дариной ну ничего страшного так нет я сначала детей собираю собираю Женю ничего конечно что Женьке делать ей все маленькое а дороги покупать так меня зрители там чуть не порвали что я ей купила два платьишка а Сашки не купила купила ей шорты хотя я Сане тоже купила в итоге Жене одеть вообще нечего это ты когда Настя была где-то в классе 10 одежды покупали покупали а одежды нет так у нее и сейчас одеть нечего ну в общем я не знаю что будем делать сейчас что-нибудь будем придумывать ай-яй-яй-яй а Слена снизила на почту и мы прям вовремя вовремя успели получить посылочку сейчас я сяду доченька давай говори от кого от Екатерины от Екатерины с Ульяновска с Жимолосного с Жимолосного да Екатерина делает своими руками альбомы фотоальбом и нам пришел фотоальбом который к свадьбе туда можно как бы фотографии со свадьбы вот какая там красота смотрите открыточки наверное даже а вот тут не только мне обложка на паспорт в Дарине ручной работы тоже ногтя нету все упало у меня свалилось не буду показывать там клей еще остался ну это наверное за кран раз паспорта Саши паспорт вот такой так а Лене даже ух ты Тамаре Петровне красота какая Томочке Том смотри тебе какой рыженькая тут такая красавица Алине Насте и Жене ой как красиво и вот сам альба мы ссылочку на ее ВК оставим под видео может быть кто-то увидит всю эту красоту захочет себе да да вы можете сказать какой вы любите цвет в каком формате большой маленький в общем все сделано своими руками Настенька потом напечатают фотографии и вообще классно прикиньте А Настя еще хочет заказать знаете такой вот у нас портрет сейчас покажу на холсте вот такой хочет себе заказать ну и всяких всяких фотографий посмотрите очень удобно вставлять они приклеиваются да у вас будет самоличный полностью под ваш вкус оформленный свадебный альбом или даже конечно или даже на рождение ребеночка вы можете заказать поэтому ссылку на а а тут даже вот она вложила можно подпись подпись делать да 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 ну это скорее всего альбом когда покупаешь он такой и есть поэтому дорогие мои обязательно заходите посмотрите сколько всякой красоты сделано своими руками все подписано как все оформлено мы вам ссылочку обязательно оставим а сейчас дети будут улыбываться да огромное огромное спасибо катюши ой я детей уже сложила вещи здесь вот дарине на нижнее белье и дариночка показывай что ты будешь брать с собой на холодную погоду юбка мы только купили джинсы вот этот костюм соселька тоже дарина не хотела брать но я говорю он очень удобный что в любую погоду можно его одеть даже вечером когда комары можно будет одевать ну и шорты здесь вот раз два три четыре блин показываю дариночка показывай с собой меня а то начнут ругать вот такие вот такие и вот такие вот такие ага вот только у нее шорт и там вот в которых она поедет доченька покажи в чем ты завтра поедешь вот в этой футболке и вот такие шорты да и футболочку покажи тоже там алина уже себе отложила да вот такая футболочка вот и футбол платье ты одно взяла только так одно платье ну может быть еще подкупим там это и вот столько футболок это как бы спать дариночка берет с собой шортики и футболочка такая маечка и показывай свои футболочки так надо было вывернуть здесь вот халат например после душа или где не знаю у нас халат на натуре у девчонок у младших вообще нет халатов где-то один был я не смогла найти ну ладно не завыворачивай в общем вот эту вот кофточку взяла она очень тонкая летняя блузочка под джинсики например вот такая тоже очень красивая летняя кофточка ну и здесь футболочки майки вот такая вот такая вот такая вот такая вот такая вот все и обувь и полотенце еще обувь да это что а ты не будешь брать футболку и вот полотенце такой такой ну все сейчас мы уберем и Алина покажет что она берет вот такое полотенце мы все равно собой берем у меня в прошлом году были вафельные полотенца их Вася все стаскал и нынче мы берем вот такие теплые то сейчас мы соберем Тому собрали Женю с Сашей собрали сейчас вот Алину Дарину и потом Алину себе еще ничего не собирала